Всем привет! Сегодня у нас третья встреча нашего коллаба вместе с Депозитом и фестивалем Стенография. Мы объединились вместе с промо-бюро Теснота, лейблом Фактура и баром Нельсон Совин. И сегодня у нас паблик-ток, форсайт об уличном искусстве, куда все несется. И слово я передаю Диме Безуглову, он будет нашим модератором сегодня. Да, всем привет, спасибо огромное. И, в общем, перед тем, как все куда-то понесется, скажу, что сегодня это обсуждает совершенно бомбический набор участников. Начну с лево-направо и... Справа? Справа, да, черт, справа-налево. Ну, как сено-солома, я всегда путаю ту и другую сторону. В общем, с нами сегодня суперкуратор и суперхудожник Владимир Селезнев, не так давно открывший гигантский свой парк внутри выставки «Не Москва». С нами тоже мультифункциональный художник Ян, верно ли помню фамилию, Посадский. Практически улица, на которой я живу, только она Посадская. Вот, затем идеолог фестиваля стенография, художник, мастер коммуникации Андрей Калкалов, рэп, и просто стрейт-ауто Израил, получается, да. Да, прекрасный совершенно тоже музыкант и художник, и патриарх галереи Свитер, которую многие мы помним и удерживаем в сердцах, Стёп Айфо. Привет. Вот, и, собственно, называется всё серьёзно, форсайт-сессия. У меня почему-то всегда в голове, когда если звучит слово форсайт, то все должны сидеть в пиджаках, дико серьёзные, рисовать какие-то гигантские схемы и рассказывать, как мир изменится в ближайшие 45 лет. Вот это и произошло. Мир только что радикально изменился. Микрофоны это не уловили, но у нас тут грохнулся стакан с водой. Вот, в общем, всё действительно. Будущее хрупкое, и вот это хрупкое будущее мы сегодня будем обсуждать. Но наш основной фокус разговора — это как раз, типа, как будет меняться уличное искусство в России, как будет меняться уличное искусство в России в соотнесении с мировым, как будет меняться, ну, типа, тренды вообще. И я думаю, что структурно, ну, я вот сейчас много говорю, а дальше не буду, и, большей частью, ну, надеюсь, что мы все будем просто кричать, спорить и так далее. Если вы вдруг захотите с кем-то из нас не согласиться, или вас будет бесить, что мы говорим, или очень нравится, пишите нам комментарии, мы будем на них отвечать. И, ну, если у вас будет вопрос прямо к конкретному участнику, то, пожалуйста, просто напишите его имя, или скажите, там, тот чувак, который сидит справа или слева, вот, чтобы мы могли сориентироваться. Короче, хотелось бы, чтобы вы тоже включались в разговор, потому что, ну, интернет это позволяет. Вот, как стартовый вопрос, наверное, всем в таком режиме раунда, я бы хотел вообще... Раунд-1, да. Я хотел предложить такой вопрос, насколько, на ваш взгляд, улица сейчас зависит от, ну, типа, каких-то технологических решений, которые не на улице делаются, но на улицу приходят, как, не знаю, там, делают челы из Яндекса какую-нибудь штуковину, или, не знаю, ну, берут какой-нибудь просто open-source проект и, типа, в нем пишут что-то, что потом переносится на улицу и так далее, и так далее. Типа, насколько сейчас улица это в себя вбирает и как с этим работает? Ну, вот ты первый. Ну, давай. Окей, давай я начну. Постепенно разрушаем этот бар. Ну, например, сейчас достаточно интересная история происходит с тем, что в ближайшее время запустится проект, где будут производиться некие интервенции, вот, абсолютно уличные, в уличной панораме. И это достаточно интересный такой жанр, потому что человек, который передвигается, например, по онлайн-картам, он передвигается, в общем-то, таким же образом, как и люди передвигаются по, не знаю, по обычным улицам, и он может вдруг найти какие-то вещи, которые как бы изменены в этих картах, вот. И, например, это будет такой, я не знаю, мета-стрит-арт, вот, достаточно забавный жанр, вот. Вот, и он уже вот произойдет, вот, там, буквально на днях. Появилось-ка, отработало? Ну, появится в ближайшее время, вот. Пока что нет, но появится. Это только Екатеринбург или это? Нет-нет-нет, это будет по России, вот. Разные художники по России будут вот делать такие работы. И могут поставить еще какой-то объект или создать новый дом, сломать какой-то старый. Вообще что угодно могут сделать, изменить карты, и это все потом обратно вгрузится на, ну, собственно говоря, на эти панорамы, и люди такие будут ходить по улицам и видеть там вторжение в уже виртуальную среду, и это достаточно такое забавное явление. Вот, ну, я не знаю, мне кажется, здесь Ян Посадский, который часть его, ну, там, по большей части его работы, например, существует для того, чтобы быть гиперссылками, как бы, к смыслам, которые находятся в онлайне. Думаю, он может рассказать про свой опыт больше. Ну, да, подстоял пацана, вот так. Да, да, да. Мне кажется, что, в принципе, современное искусство в стрит-арте, как бы, на улице, это вообще, в принципе, как улица, она вообще как медиа работает. В любом случае, если мы берем и стрит-арт конвентируем в онлайн, то мы, как бы, медиа погружаем еще в одно медиа. Если мы отказываемся от существования работы в реальном мире, то мы ее просто, как бы, да, переформатируем в другое какое-то пространство, и она также будет существовать. То есть в этом нету никакой потери, никакой утраты работы, как раз имеется сейчас большой потенциал с работой, как с дополненной реальностью, с виртуальной реальностью. Как вроде как Apple планирует запустить свои очки до полной реальности через пару лет, и мне кажется, после этого мир стрит-арт вообще как бы не станет прежним. Он полностью изменится, и наверняка появится много новых ресурсов, которые будут позволять интегрировать стрит-арт куда-либо. Не только в панорамы, но, не знаю, сложно, мне кажется, предугадать. Ну и, в принципе, стрит-арт способен доносить некую информацию в некие смыслы. Опять же, зависит от того, с какой темой автор работает. Ну, как бы лично моя практика, я интегрирую какие-то исторические факты, связанные с краеведением, с какими-то локальными контекстами. То есть это всегда сайт-специфик, и работы всегда погружены в локальный контекст города, пространства, страны, ну, скорее всего, города. И, конечно же, с нетерпением жду, когда появятся новые способы интеграции современного искусства в городскую среду. Ну, я хотел бы поддержать Яна. И вообще, мне кажется, что это такая тенденция. Вот люди, которые приходят из условно онлайна на улицу, они рассчитывают на фидбэк как раз в онлайне. То есть это как бы такая история, которая, в общем-то, замыкается. Такая, типа, единая коммуникационная среда, получается. То есть где заканчивается город и где заканчивается интернет в стороны друг друга, не ясно уже абсолютно. Да, да. Ну, еще там, я не знаю, лет 10 назад, что ли, я знаю художника Владимира Потапова, который делал вот эти вот псевдографити, которые, ну, работали, собственно, абсолютно так же, как мог бы работать реальный стрит-арт. То есть он носил там на какие-то, не знаю, дома или там на памятники. Ну, вы все, наверное, помните там прости нас, Юра, мы все проебали или там что-то в этом духе. То есть это абсолютно нереальные, но они как бы, ну, фейки, да, но никого это и не интересовало особо. Все реагировали, да, именно вот на, ну, так, как триггер такой, который работает, вот, ну, что взято из реальности, да, и присвоено интернетом уже как бы. Вот, поэтому мне кажется… Рикол, а прости нас, Юра, это фейк? Да. Да? Ты такой же… Да, это, не-не, это круто, я хочу сказать, вот, потому что для меня это была абсолютная реальность, как бы, ну… Ну, вот я про то и говорю, что, ну, в данном, ну, сейчас, да, вот как все это развивается, мне кажется, что вот такие проекты, которые изначально рассчитаны на интернет, да, но они гораздо, как бы, больше и собирают. То есть, допустим, последняя вот эта работа Ради, да, никто ее не видел вживую, и непонятно, где она сделана, как бы, но, типа… Непонятно, Ради на ли она. Ну, это другой вопрос. И, честно говоря, я уже не понимаю, есть ли Ради, если честно, вот. Ну, то есть, весь смысл улицы, да, только то, чтобы, ну, взять определенное место, и чтобы оно хорошо взаимодействовало с идеей художника, и в итоге попало в интернет. То есть, а там все остальное, как бы, произойдет… Слушайте, а можно вопрос? Да, о, класс, все микрофоны просто… Я понял тебя, это шутка была озвучена. Да, много раз, много раз не здесь, этот сайт мы не упоминаем сегодня. Короче, да, хотел спросить, что, получается, ну, вопрос супертупой. Штуки, которые делаются на улице с расчетом на быструю реакцию в интернете, ну, и вообще, типа, на то, чтобы быстро набрать какой-то, ну, вал реакций. С одной стороны, тактически это очень крутая штуковина, но с другой, ну, типа, не кажется ли, что, ну, у нее меньше шансов, что ли, вернуться в разговор потом, чем у штуки, которые просто, типа, сделали на улице, и там просто, типа, забыли. Не публикуя, там, условно, как, не знаю, вот тот же карт-бланш сказали, ой, мы еще не все задокументировали, найдете, и супер, не найдете, как бы, и ладно. Ну, что, типа, штука, которую ты сделал на улице, но она прошла свой, типа, круг медиа внимания, она больше туда не вернется, и, типа, условно, даже если ты делаешь какую-то гипертехнологичную штуку и говоришь, пипец, суперклассная, про тебя очень долго все пишут, ты такой, е, мы меняем облик, ну, типа, улицы, а потом все, как бы работу забыли, и все, ее дискарднули быстрее, чем если бы ты, ну, не палил ее. Мне кажется, это много от работы зависит, просто, в принципе, во-первых. Во-вторых, мне кажется, это стратегия каждого художника. Есть одна, которая очень рассчитана на какую-то реакцию, и которая делает, в принципе, такой реакционный стрит-арт, когда существует что-то, ну, какая-то новость появилась, они реагируют на эту новость, да, и на эту актуальную тему они как бы это юзают. Юз работает так, да, то есть это важный, ну, вот именно, как было уже сказано, что улица в данном случае это медиа, да, то есть, которая охватывает большее количество. Вот, и мне кажется, что действительно это вопрос стратегии художника, то есть, ну, лично мне гораздо больше импонирует, например, стратегия, там, вот моих друзей Ани и Виталика Черепановых, которые уезжают в лес и там что-то делают, и даже если ты это видишь случайно, ну, то есть, я, конечно, могу это определить, да, атрибутировать как искусство, да, но человек, который просто за грибами пошел, конечно, он может просто, ну, как бы охренеть там, типа инопланетяне там или что. Думать, зачем я ел ту лисичку, господи. Ну, то есть, это просто разные, ну, разные стратегии и разные художники, и они по-разному работают. Мне кажется, что еще вот с большой цифровизацией, которая возникнет, ну, вот в мире в последующем, будет очень, ну, мне кажется, большой ряд художников, которые будут осознанно отходить от нее, то есть делать максимально все как раз-таки не в онлайне, а делать все в оффлайне, потому что это тоже уже устаешь от этого шума, и хочется, ну, вот как раз-таки выйти в лесок и сделать там что-то интересное. Ну, вот как раз сцепка улица и интернет, это уже такой маркетинговый ход, и он как бы работает именно вот, ну, я не знаю, на стенографии, то есть мы знаем, что стенография, в принципе, хорошо этим пользуется, да, и мне кажется, это важно именно для чего-то большого, наверное, вот для какой-то такой вот истории типа фестиваля, а если ты художник, то, ну, лично мне больше импонирует, конечно, вот такой эскапизм, как бы уход вообще от всех и делание в никуда, то есть это честнее, как бы это, ну, я не знаю, мне всегда нравилось нонспектакулярное искусство, то есть то искусство, которое ты как бы можешь не заметить, можешь пропустить. Сейчас 40% отпало после этого слова просто-таки, что-то я бы не стал понимать. Не балишь искусство, как ты не балишь, все просто. Еще, кстати, подмечу такой момент, что это касается скорее нелегального искусства уличного, которому, не знаю, существовать часов 8 там от силы или, может быть, там, 9 он будет существовать, то есть как его существование в этом СМИ, оно очень короткое, но если ты успеваешь это задокументировать нужным образом, то оно уходит просто в вечность и живет нескончаемое время просто в интернете, да, и опять же, вот мы как раз говорим про панорамы. Опять же, если вдруг не случится с вами такой ситуации, знаете, есть мгновенная карма для художников, которые именно паразитируют на медийной повестке. Они однозначно сразу вылетают во все интернеты, потому что они соответствуют тому, что происходит там, я не знаю, в телевизоре сейчас. Мы знаем таких художников, которые сами после каждой работы пресс-релизы рассылают. Да, и желательно делают эту работу в воскресенье, чтобы изголодавшиеся по медиа журналисты в понедельник классно ее опубликовали. Но они получают мгновенную карту, потому что эти работы, они перестают быть актуальными после того, как этот медиаповод отшумел. Вот, ты такой, классно, ну вот есть провокационные художники, которые делают работу на эту тему, но эти работы быстро забываются. Но опять же, наверное, это тоже относится к стратегии, потому что этих художников не особо интересует именно качество работы и вообще работа. Потому что они занимаются именно самопродвижением как личности, а не каких-то конкретных идей, вещей. Ну то есть, да, они типа качуют по новостным заголовкам, но не то чтобы… Ну, короче, верно ли я слышу, что, ну вот, несколько раз уже повторили тезис, что как раз типа улица — это медиа, а у медиа на самом-то деле дозволяет все, что угодно. И поэтому, когда мы говорим типа об улице, мы, ну, за полтора часа не выработаем на самом деле типа исчерпывающего определения, что как живет на улице, кто что может. Хотел, вот, да, я как раз хотел типа, ну, тоже любимая рубрика «Занудный вопрос», типа насколько будущее опирается на прошлое, и типа вернуться к цифровизации, но немного с другого уголка. Если я верно помню, как раз сценография чуть ли, ну, не первой в России делал, ну, типа взялась архивировать и документировать, и выводить на карты типа объекты, которые создавались внутри фиаста, ну и, по сути, типа создание цифрового архива. Я помню, что, там, не знаю, в супер каком-то шкитанстве я сидел, читал там, не знаю, про граффити в Нью-Йорке, и такой, о, нифига, типа три с половиной фотографии, и ты думаешь, и ты додумываешь тот великолепный мир, который за этим стоит. А сейчас как бы ты, ну, ты не то чтобы не додумываешь, ты можешь, типа, как будто бы 40 направлений искусства одновременно изучить. Ну и, короче, вопрос простой. До какой степени, на ваш взгляд, как раз этот гигантский цифровой архив и, ну, типа новые инструменты работы с ним, ну, типа перековывают, перетачивают, не знаю, ну, художников? Ну, типа, есть ли это усилившаяся насмотренность, которая, типа, в разы больше, чем, там, не знаю, 10 лет назад? Или на самом-то деле нет, то есть, может быть, есть этот цифровой архив, но, типа, большая часть известных вам художников такая, да, ну, типа, сделали и сделали, типа, мы не будем смотреть, мы пилим свое. Короче, так вот. Я первый, да? Да, да, да. На правах левой руки, правой руки. Окей. На правах левой, да, да. Ну, это, кстати, тоже отчасти. Так, ну, в общем, смотрите, мне вот кажется, что это тоже зависит все от стратегии художников и от того, что вообще из себя художник представляет. То есть я вот очень верю в то, что каждый, ну, не каждый художник, что есть определенные художники, которые пытаются формировать свой художественный язык, есть художники, которые, ну, или находятся в стадии формирования этого художественного языка, либо они продолжают какую-то художественную традицию определенную. И в стрит-арте продолжателей, их тоже полным-полно, и если мы говорим про какое-то огромное количество картинок и историй, которые мы можем залезть в интернет и посмотреть, и примерно проследить все, как развивалось искусство, уличное искусство в мире, то художники могут тоже этим пользоваться или для того, чтобы формировать свой язык, или для того, чтобы опять-таки куда-то залазить на языки художественные, продолжать их. И вопрос твой был? Я вот вижу вот эти две. Я уже говорил этот вопрос. Насколько вот эта возможность смотреть много меняет художественную практику тех, кто работает сейчас? Вот, значит, что я вижу? С одной стороны, от того, что много-много информации появляется, ты можешь не уследить за всей информацией и, например, попасть в работу, которая уже была сделана, допустим, какой-нибудь фьючер, который горел. С другой стороны, ты можешь как раз-таки все отследить и сделать какую-то супер уникальную работу, которой не было, потому что ты знаешь, что ее точно не было. То есть это уже можно проверить скорее, как бы сейчас, возможно, то есть мне кажется, это на пользу. Ну, однозначно, что могу сказать про насмотренность. Она стопудово истончает, просто вопрос в том, пользоваться этим инструментом или нет. Потому что ты можешь делать отсылку на отсылку на отсылку на отсылку и в конечном итоге окажешься в ситуации, когда тебя понимают три человека во всем мире, и ты такой, это здорово, я сейчас самый крутой с точки зрения всех параметров формального высказывания, я имею в виду выразительного средства. Но как бы тебя уже не понимают. И ты должен с собой как бы всегда делать некий такой договор. То есть понятное дело, что когда ты постоянно насматриваешь, то ты вот этим интеллектом визуальным ты умнеешь. Вот. Но люди не понимают, ну, визуально, интеллектуально сложные работы. Вот. Ты тогда, получается, должен для себя выбирать следующее. Иногда, может, тебе нужно притупеть. Ну, то есть там, вот ты делаешь какие-то работы, ну, там, может быть, попроще, чтобы там, ну, у тебя было… Чтобы это шире посмотрели. Чтобы это шире посмотрели, если для тебя важна какая-то идея, которую должны, ну, заценить много людей. Или, например, ты делаешь для себя и для каких-то, ну, там, людей какую-то вещь, ну, там, которая важна для тебя. Интеллектуальную. Интеллектуальную, сложную, да. Вот, знаешь, от визуализаторов к визуализаторам. Широкая аудитория это ничего не поймет, но… Ну, и черт с ней, как бы, ну, время… С тобой привет. Да, но ты должен… Кстати, хороший вопрос просто про уличное искусство и то, что часто, как бы, оно ориентируется на широкую аудиторию, но часто оно ориентируется и не на широкую, а как раз на то, чтобы быть наиболее… Типа диалог между участниками, как бы, да. Да, ну, просто мы должны, как бы, прекрасно давать себе отчет в том, что мы всегда разговариваем с кем-то своими работами. Даже если мы разговариваем с самим собой, то все равно это, как бы, мы должны это осознавать. Иначе все это искусство превратится в какую-то неосознанную штуку, когда… Ну, там… Я сделяль. Я сделяль, да, вот, и это все будет… Как это? Расскажите. Как, что, мем? Это где сделяль? Нет, это… Я думаю, мем сейчас рассказать, но это… Да. Мем рассказывать, мне кажется, это извращение. Друзья, вы смотрите нас в интернете, мы не будем вам пересказывать мем. Если что, это мем про камни в почках. Типа, называется «Я сделяль». Да, и почка сделала камень и говорит «Я сделяль». Я сделяль. Короче, мы с тобой рассказали его. Все, мы рассказали этот мем. Штаб ретро-чуваки у нас на платке. Вопрос о насмотренности. Вот что она делает. Ты сидишь и пересказываешь это. На самом деле я хотел Яна спросить, потому что тебя как раз Андрей отрекомендовал как к множеству гиперссылок. И вот теперь отдуйся за гиперссылки. Ну да, тут опять же я согласен, что надо понимать, кто твой зритель, кто твоя аудитория, потому что стрит-арт от граффити отличает собственно тем, что граффити – это субкультура, которая направлена на тех же, кто и является в этой субкультуре, как бы находится. Это больная моя тема, я уже готов дискутировать. Ну давай. Ну а стрит-арт изначально как бы нацелен на более широкого зрителя. Ну тут да, можно варьировать, либо ты опять же как-то в субкультуру ходишь. Ну как минимум коммуникация. То есть стрит-арт все равно как бы коммуникационный жанр, как мне кажется. Даже если ты пишешь просто тупо слова или ты делаешь какой-то визуал, то как бы все равно он обладает каким-то сообщением. Это уже второй вопрос. То есть ты вначале понимаешь, с кем ты общаешься, а потом о чем ты с ними общаешься. Либо ты вообще ни о чем не общаешься. Да. И как бы вот даже по моей практике создаю работы именно для диалога с горожанами. Потому что если ты берешь какую-то тему урбанистическую о проблемах, не знаю, развития города, каких-то, может быть, социальных проблемах локальных, которые в нем находятся, то ты можешь через стрит-арт, собственно, высказываться на эти проблемы и создавать некий диалог, дискурс, чтобы люди говорили об этом. Потому что зачастую люди просто как бы заняты в своих делах, в своих каких-то повседневных обыденных приколах. Они там просто вообще не думают об этом и им даже не хватает на это времени. А тут как бы появляется некая повестка, вопрос не только для горожан, но и для чиновников. То есть и насмотренность, интернет, то, что он позволяет, конечно, тебе показывать огромный спектр художников, это с другой стороны как бы все это должно компенсироваться, потому что увеличенное количество насмотренности должно еще равноценно компенсироваться выработкой. То есть ты вначале насматриваешь какое-то количество, потом ты практикуешь. То есть создаешь что-то, потом ты снова насматриваешься и снова практикуешь. И, собственно, в этом проявляется рост художника. Еще где-то в промежутке ты все время должен думать, по сути, чтобы не просто херачить чужие формальные решения. Ну да, да, ты постоянно, не знаю, гуляешь по городу, находишь какие-то локации, осмысляешь их, вечно думаешь. И вот в моем случае я постоянно погружен просто в каких-то мыслях, постоянно какие-то заметки себе записываю и вот нахожусь в этом каком-то поле. А у тебя бывает, кстати, такое, что тебе нужно… Если ты понимаешь, что… Да, хорошая шутка уже. Если ты понимаешь, что тебе нужно как бы донести коммуникацию для людей, например, которые попроще, то что ты, например, можешь как-то визуально притупеть или, допустим, коммуникационно притупеть, или это как бы впадло. Мне кажется, проще текста ничего нет. Если ты хочешь донести информацию, ты просто ее пишешь. Если ты пишешь на сербском… На сербском, ну, надо писать на местном языке, да, это точно. Ну, как минимум, да. Да, на языке аудитории, на которой ты, собственно, нацелен. Да, ну, кстати, что нужно сказать про Яна, он как бы реально в оффлайне оставляет описание работы. Огромные лонгриды, экспликации. Чтобы люди, ну, мало ли, не пропустили ничего. Я просто сейчас хотел задать вопрос, типа… Хочется столкнуться, кстати, вживую с этим тогда. Ну, и, мне кажется, иногда к некоторым работам и необходимы экспликации. То есть зачастую экспликации к работам, ну, редко бывают, особенно если это нелегальная работа. Если они немножко посложнее, то, как бы, конечно, у нее должен быть какой-то понятный всем бэкграунд. Но, опять же, если ты не адресуешь это обычным людям, как бы, то почему тогда ты разговариваешь с ними на языке, который, как бы, не для них? Не, я адресую. Мне кажется, как раз-таки экспликация часто помогает именно понять художника, и в этом тоже нет ничего плохого. И на улицах, это, кстати, тоже, да, часто такой вопрос есть, что считается, что хорошая работа должна считываться там за две секунды, когда ты мимо нее проходишь. Ну, это какие-то рекламные мерки, конечно. Ну, на самом деле, это же история, ну, как мне кажется, абсолютно такая же, как и в случае с тем, что выставляется в музее. То есть если ты человек насмотренный, то ты, в общем-то, можешь и не читать экспликации. Не читаешь, да-да-да-да. А если ты хочешь это понять, то ты можешь к этому обратиться. Так что, ну, в принципе... Дополнительная возможность такая. Вопрос снят. Мы как бы можем даже изначально говорить, что уличное искусство, оно как бы было противовес музейному, такому консервативному и, возможно, какому-то очень такому строгому. То есть на улице ты можешь самовыражаться, как ты хочешь, не спрашивая никого, а музей, как в какие-то тебя все-таки рамки ставил. То есть изначально как бы улица, это тоже как одна из площадок экспозиции искусства. Она просто не как музей, она просто как бы рядом, это разные вообще вещи, но они во многом схожи. И экспликация, что в музее, что на улице, это абсолютно нормально. Ну вот еще я хотел бы сказать, что мне кажется, ну, любое изображение, любой тег, это всегда коммуникация. То есть неважно графики, какая-то стрит-арт, это всегда сообщение какое-то. Да, вот я, например, подписан в телеграм-канал Кокхантер, это Коля Бабак ведет, и он просто члены везде фотографирует и выкладывает. Можно присылать свои где-то, ну, в смысле, свои. Ну, аудитория наша уже давно, 18+, так что, я думаю, все дети отмали. Да. Ну, в общем, и это просто интересно, то есть смотреть, как в разных местах, да, люди занимаются. По форму, форму узнает, да, угадывает. Ну, в смысле, они примерно одинаковые, то есть, как бы, это интересно с точки зрения социологической, скорее. То есть, ну, член в Красноярске, ну, идентичен тому, что рисуют в Екатеринбурге, как бы. Просто, вот. Вот, так что это в любом случае сообщение, да, и… А так вот без суток у меня даже в офисе книга лежит с фотками членов на постерах, как бы, ну, то есть, вот, с рекламных конструкций везде. Так что это тоже достаточно интересно, ты смотришь просто, где только члены не были нарисованы, вот. Это вообще уважаемая традиция, да. Абсолютно, да. Кстати, вспомнил такую замечательную вещь, вот это наше природное желание со школы нарисовать в учебнике член, вот. Вот, оно однажды даже очень классно было применено. Знаете, когда люди бегают и на картах обозначают свои треки, ну, то есть, как они бегали. И людям предложили рисовать члены на картах, и за это, за это один фонд отчислял деньги в организацию по борьбе с раком яичек, вот. Мне кажется, даже какое-то получилось обоснование у этого железобетонное, вот. Слушайте, можно я просто раз про член заговорили прям… Не, у нас просто… Зацепило, да. Стремимся в будущее, знаем, как бы, тренды, тренды. Форсайт-сессия! Крепко стоим сейчас на ногах, смотря в будущее. Да я на секунду в прошлое, на самом-то деле, типа, одним из инструментов, мне кажется, мышления outside the box для нас с моим чуваком, с которым мы сидели за партой вместе. Мы, короче, обычно отдавали целый урок тому, что, типа, один рисует член, а другой должен перерисовать его так, что, типа, это бабуин или, типа, часть ландшафта. И вы просто… Это реально, да-да-да, обратная, как бы, компиляция члена в что-то пристойное, да-да-да. Это просто… Это идеальное творческое упражнение, я очень его рекомендую. Может, не всем. Может, вообще не важно. Sorry. На самом деле, хотел вернуться к… Несколько раз тоже и Вова, и Яна, и… Это все, на самом деле, упомянули как раз, что, типа, любой знак – это сообщение, и мы всегда с кем-то разговариваем. И вот, типа, я бы хотел тогда уйти от насмотренности и спросить, типа, насколько на… Ну, как раз, типа, на формирование образа будущего и вообще, типа, как… Типа, что за тусовка, в которой я вращаюсь, с кем я работаю, что я хочу делать, до какой степени на это влияет нетворкинг и как он должен быть организован. То есть, условно говоря, фестиваль – это круто, но должно ли быть что-то еще, кроме фестиваля? Должны ли быть, не знаю, специальные, не знаю, лаунж, там, релакс-сессии, куда выезжают измученные уличные художники и просто, типа, вместе в санатории тусуются только уличные художники? Ну, я здесь говорю немножко… Он просто все время описывает сейчас фестивали уличного стиха, на самом деле. Санаторий этот… Я просто недавно переболел, сами знаете, чем. Обсервации. На обсервации в санатории. Ну, я подумал, что вот всех уличных художников туда на две недели загнать. Слушай, мы убрали их из города. Были очень хорошие на порте. Просто мне кажется, что как раз такие вот фестивали, самое крутое на них – это не работы даже, которые созданы. То есть это круто, но этот диалог, который внутри вот сообщества происходит, это суперинтересно. Даже там вот, когда я приехал в конце уже карт-бланша и случайно зацепился с ребятами, которые делали этот фестиваль, это суперинтересно, просто даже поговорить, поехать вот в машине, там несколько улиц и поболтать. Это очень круто. И думаю, на стенографии даже вот то, что сейчас происходит, это же уже вот этот вот диалог, этот дискурс, который формируется, это очень круто. Ну да, несмотря на то, что художников, на самом деле, пока что не так много подъехало, но даже элементарно мы сейчас сидим и разговариваем об этом. Но это реально самая важная вещь на фестивале, то, что художники друг друга хоть как-то опыляют. Вот, они, ну, начинаются настоящие культурные игры, то есть они там, кто-то должен кому-то что-то доказать, это перерастает там, как в граффити, я не знаю, например, сначала вы такие, о, классно рисовать на домах. О, а кто-то говорит, а у меня стиль круче теперь, у меня вот стрелочки вот такие. А кто-то потом такой говорит, а я электричку сделал. Сможете так же? Вот, и начинается вот эта вот игра как бы на сложнее, быстрее, выше, быстрее, там, ну вот все вот это. Я про граффити просто чуть-чуть еще, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что, ну вот как раз таким, с такой мыслью, что граффити — это то, что делается внутри субкультуры для субкультур, а стрит-арт — это то, что делается для общества, для людей и так далее. Вот я с ней, ну, ну, как бы понимаю, что абсолютно не согласен просто, и я понимаю, что каждый, ну вот это опять-таки, это тоже сообщение. Если оно сделано на улице, сделано в среде, где люди ходят, это тоже прикольно людям, которые ходят, замечать и обращать на это внимание. И вот если мы говорим про какую-то сложность искусства определенную, то когда искусство вот простое, это часто, ну, в общем, сложное искусство — это круто. И вот граффити от того, что оно плохо понимается людьми, которые мимо проходят, оно от этого тоже становится сложным. То есть если ты вдруг эту сложность сможешь прочесть, то для тебя вот этот поход по улицам будет гораздо интереснее, даже если ты просто человек, который никакого отношения к граффити не имел. А если ты скажешь еще этому чуваку, который рисовал граффити, как ему это понравилось, как тебе это понравилось, то он вообще будет в восторге и будет еще больше это делать. Это уже дилетик, ты как раз получаешь дилетик в кусок. Да, ну, мне кажется, не тусовка. Это тоже все равно так или иначе сейчас часть общества. То есть это куски, которые вот стелят на улицах, по которым вы ходите во дворах, где вы живете. Это искусство, которое вот сейчас существует уже в вашей среде. То есть оно уже туда влилось. Осталось только понятие. Мне кажется, что вот если мы говорим сейчас серьезно про граффити, то мне кажется, это просто маркер некой пассионарности. Потому что вот, например, мы когда ездим, у нас относительно недавно была достаточно большая география с поездками, в стиле 14 населенных пунктов, из которых, я не знаю, 4 миллионника. И ты приезжаешь в город, ты первое, что делаешь, ты окидываешь взглядом стены. Если в городе есть граффити, это значит, что есть люди, с помощью которых ты вообще можешь менять в позитивную среду. Не только вандалить, но в позитивную среду менять город. Потому что эти люди, они как бы заряжены, и их энергия распространяется далеко за границей их собственного туловища, их окружения и так далее. И мы такие, ого, прикольно, значит, этот город достаточно заряженный, чтобы здесь можно было провести какую-то движуху. Опять же, Степа не даст соврать, то, что по большому счету, вот самые крепкие связи в сообществе, они строятся между членами граффити. Вот если ты в граффити тусовки, в какой бы город ты ни приехал, ты по-любому впишешься кому-то, вы пойдете куда-то рисовать, и эти связи очень крепкие. Ну, и все друг другу помогают. Конечно, есть маскулинная токсичность, я имею в виду то, что все друг другу колотят лица. Это, ну, типа, классика. Ну, по крайней мере, кстати, в Екатеринбурге, на самом деле, с этим все полегче. Но вот наличие граффити — это маркер вот именно вот какой-то вот жизни. Да, есть движ. Есть еще одна интересная штука с граффити. То, что вот уличный художник, который рисует на улицах, он больше близок к художнику вот такого формата выставочного какого-то, вот который в галереях, музеях. А граффити-художник — это как раз-таки аутсайдеры, которые, по сути, вот новую форму искусства-то и создают. То есть они выходят на улицы не потому, что у них есть художественное образование, не потому, что они что-то хотят сказать кому-то. Они выходят руководствуясь совсем другим. Там движухой, тусовкой, которая изначально была… Спортом, в конце концов. Ну, есть тоже разные граффити, каждый может по-разному понимать. Я вот четко делю на спортсменов и на тех стайлрайтеров, которые делают свои стили. У каждого разная как бы стратегия. И я уже забыл, к чему я это говорил. Ну, в общем, к тому, что то, что этого человека на улицу выносит, граффити-художника, оно совсем другое, нежели вот у простых художников. Ну, довольно интересное противопоставление выставочного и как раз типа аутсайдера. Я не знаю, может быть, ну типа мне как внешне… По крайней мере, мне-то кажется, что сколько именно таких классических граффити-художников сейчас на выставках где-либо присутствуют. Скорее, это как бы нигде не присутствует. Ну, у меня данных-то под рукой мне нет, но… Да, я думаю. Это редкость скорее. То есть сейчас я вижу то, что художники, которые вот уличные волны, которые уже подстраиваются под существующую действительность, они как бы есть. А вот именно классические граффити-художницы нет. Мне кажется, здесь столкновение… Ну, типа ты на самом деле подряд дал два немножко разных тезиса. Они как будто типа спорят друг с другом. Но это типа на мое внешнее… ну, как бы ухо внешнего человека. Типа первое, что граффити… Ты говоришь как раз типа граффити – это не замкнутая тусовка, это сложная по-своему штуковина, на которую ты смотришь. Ты не в тусовке, тебе сложнее декодировать. Но ты смотришь и втягиваешься, и типа эта тезис заявляет, что типа граффити – это какой-то степени открыто. И открыто для левых совершенно людей, потому что они с этим взаимодействуют. Знак считывается. Она сделана не только для сообщества, она сделана и для людей. И вовне. И через этот тезис ты, по сути, делаешь как раз такое типа, чуваки, мы нормализуем граффити. Хорош думать, что как бы это закрытый орден, как бы, не знаю, суровых воителей баллончика. А так как бы следующим тезисом ты наоборот говоришь, что типа это замкнутый мир. И ты как раз, говоря, что они аутсайдеры, ты их вот только что нормализовал, а потом говоришь, типа так-то нет. Может неправильно выразился. Я говорю про то, что импульсы, которые их на улицу вытаскивают, они другие, нежели у художников. То есть у художников, которые смотрят на выставки, на какие-то проекты, концептуальные в том числе, у них другие как бы мотивации. А когда ты выходишь рисовать свой кусок, ты можешь не заканчивать художественных школ, ты можешь вообще не стремиться рисовать красиво, тебе как бы это вообще все ничего не важно. Тебе не нужно говорить никакое высказывание. Ты делаешь просто… У тебя нечто другое внутри. Я могу про свою мотивацию говорить, которая у меня была. Это хип-хоп-культура, первое увлечение этого. Я просто создавал свои формы. То есть для меня было в то время, когда не было насмотренности, как раз для меня было четкое представление о том, что ни один кусок на другой быть похожим не может. Если я делаю что-то такое же, то значит я что-то неправильно делаю. И я должен максимально отличаться. И все граффити-художники, которые были со мной тогда, они тоже все максимально отличались. То есть чуть-чуть потом стала спорт тема, когда ты просто делал All-City, и это имело значение. Но это просто другая история. Но я к тому, что мотивация была совсем другая. И уже оттуда, с улицы, я стал интересоваться художественными практиками, стало интересно ходить в музеи и прочее. Но мотивация была совсем другая. То есть с улицы, получается, я вышел туда. А стрит-арт — это как раз часто какое-то, мне кажется… Уже промежуточная зона между выставочными. Да, когда ты уже туда смотришь. Это очень интересно в плане искусства, что художники, которые руководствуются другими импульсами, мне кажется, для культуры это очень большое имеет значение. Вот сейчас вообще суперспасибо за тезис, потому что, мне кажется, он очень выводит на важный вопрос как раз типа инициации входа в сообщество. Типа ты сейчас, по сути, простроил целый карьерный путь. Типа как ты вкатываешься в самые разные художественные формы, и у тебя мутирует этот импульс, мутирует мотивация. И вот типа я задал вопрос про нетворкинг. Сейчас бы я, если вдруг Ян и Вова хотели бы на него как-то отозваться, потому что мы убежали в граффити. Я хотел много добавить, что на карт-бланше я задавал ребятам всем просто вопрос, есть ли у вас граффити-бэкграунд. Вот практически у 99% он есть. А вот у меня, не знаю, может быть, еще у кого из молодых художников, мне кажется, его как раз нет. То есть сейчас, может быть, я не знаю, мода была в 90-х особо сильная на граффити, но сейчас это все как бы, не знаю, как бы менее популярно, и многие художники сразу начинают заниматься именно стрит-артом. То есть какая-то художественная практика, уже нацеленная на то, что ты развиваешь себя как художника, ты показываешь, что вот ты можешь делать такие работы, ты делаешь галерейные работы, и ты как бы себя уже развиваешь и продаешь как художника. Сейчас, может, художник, в смысле новый, начинающий выбирать как-то тогда, просто не было. То есть та информация, во-первых, которая была, ты мог ее интерпретировать по-разному, то есть ты не мог ее четко считать. А во-вторых, как бы, такого понятия, как стрит-арт, вообще, ну, только начинало существовать, и ты это не очень даже понимал. А вот именно работы в Екатеринбурге вообще не было. Я просто здесь... Не читать букашки надо. Единственное, что бы хотел у тебя уточнить, а типа Слава Патерка, когда говорит, что он занимался граффити, или, например, Вова Абих, когда говорил, что он занимался граффити, ну, это же немножко другое, занимался граффити, чем, например, там, Костя Самыч, который занимался граффити. Ну, я имею в виду... Всех разные истории. Да-да. Куски делали? Но меня интересует именно следующее, то, что они скорее как бы пришли в поисках формы, а, например, Костян, он пришел немножко с другой мотивацией. Вот, и ты можешь заметить, кто остался в граффити, а кто в граффити не задержался. Ну, типа, да, делали куски. Я как бы их сам своими глазами видел. Это очень круто. От граффити, которая, допустим, делается, знаешь, в метросистемах отличается. Ну, типа, это совсем разные слова. Но, как бы, они же на самом деле пришли, как бы, даже, наверное, в граффити позже, чем они в стрит-арт пришли. То есть я уверен, что Слава Патерка сначала трафареты резал, а потом как бы начал, типа, что-то в режиме, там, а вот пацаны еще рисуют, ну, там, что-то баллончиками на этот, ну, там, какие-то шрифты. У него спросить. Ну, да, я его звал, да он не пошел, понимаешь, что я делал. Был вопрос, как бы, заключался, как бы, в самом просто, ты, как бы, хоть раз в своей жизни делал граффити, вот, как таковое. То есть это не по гран-пэграну, вообще-то просто... Да, да, просто вот хоть раз ты делал граффити, вот, как бы, скорее... Что тогда это даст? Ну, я имею в виду, ну, раз ты сделал, например, граффити. Ну, как бы... Смотрите, мне кажется, тут можно вообще по времени, да, посмотреть, вот, какой возраст у основных участников, и когда они пришли. Мне кажется, что это во многом определялось, там, я не знаю, фильмом «Выход через сувенирную лавку». То есть это, мне кажется, был для многих каким-то толчком вообще для, ну, для того, чтобы начинать граффити, да, заниматься. Вот, и, а сейчас, как бы, такого, ну, Бэнкси уже, сами знаете, чем занимается, да, то есть это уже тоже такой интертеймент какой-то, скорее, чем искусство, да, и новые вот эти вот триггеры, они, ну, изменились как бы, то есть по другим причинам сейчас люди приходят, вот, стрит-арт, да, то есть им гораздо интереснее, там, я не знаю, не просто трафарет, да, а именно сообщение какое-то на улице, мне кажется. Ну, вот я про это же и говорю, то, что они изначально пришли, как бы, ну, делать сообщение на улице, ну, почему-то случайно нарисовали какой-то свой первый кусок, но, как бы, отношения их графики, как бы, настолько, ну, настолько они не относятся к граффике, насколько можно только не относиться к граффике, как вот обычный человек. Да, по этому поводу. То есть мне кажется, что вот, что делает художник часто, он пробует разные, там, языки, и в какой-то момент находит себя. И если человек, там, пробовался, там, в граффити, потом пошел в трафареты, стрит-арт, вот, то нормально когда-то просто найти свою идентичность и начать ее развивать. И поэтому, мне кажется, тут нет ничего такого, что вот у Кости, там, одна стратегия была, у Славы другая. Но я к тому, что это все, ну, то есть, может быть, вот эти вот первые импульсы, они были как раз не нацелены на искусство, а нацелены на вот движуху прямо здесь и сейчас. Да, но я просто, я склоняюсь к тому, то, что по большей части люди, которые вот пришли бомбить граффити, делать, знаешь, ну, типа больше, быстрее, вот, они, ну, они остаются с этой мотивацией. Это кто? Это вот есть спортсмены, но это те, которые в Уолл-Сити хотят быть, которые делают электрички, это совсем это одно, но есть как бы вот именно райтеры, так называемые, которые делают очень сложные, усложненные куски, стили, которых совсем другая мотивация, совсем другое. Да, понятно, но я и говорю про то, что чуваки, которые приходят делать именно граффити быстрее, быстрее, больше, чаще, вот, они, ну, не выходят. Просто вот эти вещи тоже здесь нужно развести, чтобы быть точными, вот, потому что они не станут уличными искусствами, ну, уличными художниками, вот, они не будут писать слова, там, ну, высказывания. Нетворкинга. Просто это предложение, вот почему бы стенографией не заняться, не знаю, школой стрит-арта, например, то есть вообще у нас есть что-то подобное. То есть, понимаешь, вот сейчас, когда и так все понимают, что это такое, да, и нужно это как-то структурировать. И мне кажется, вот, конкретно сейчас этого не хватает. И мне кажется, это может быть гораздо важнее, чем очередная покраска стен была бы, как бы, если бы вот была проведена работа вот с тем начинающим, да, каким-то составом, который еще не определился, который еще думает, чем он будет заниматься. И, в общем, ну, мне кажется, это вам просто проработку. Витя Фрукты. Витя Фрукты делал на карт-бланш, и не знаю, вот. Я вспомнил как раз. Как раз делал школу, до этого он делал с Перми. Ну, это все равно как бы, да, такой маленький. То есть это должно быть, чтобы это работало, это вот, ну, у меня единственный пример, может быть, это вот школа Арсения Сергеева, например, которая была. Я тоже был немножко. Ну вот, то есть это должно быть что-то такое более серьезное, скажем так. Нет, ну просто, честно говоря, здесь это сейчас зайдет спор о методологии, на самом деле, потому что я, честно тебе скажу, я не верю в интенсивы, вот, в то, что ты пришел. Да нет, я тебе говорю не про интенсив, про школу, то есть чтобы это было как бы... Ну, ну, серьезно. Ну, типа, а что может быть точкой входа в тусовку как раз, потому что школа же это один из вариков. У тебя условно безопасная территория, в которой тебя не обкладывают. Вы тоже сейчас так говорите, типа, Слава ПТРК из 703-го офиса, Вова Абих из 703-го офиса, Степа Айфо из 703-го офиса. Вот вам и школа, да? Типа, вот она методология. Люди к вам приходят, вот смотри, как работают, ну, типа, стенография на самом деле реально не прорисование на стенах и так далее. У тебя есть пассионарные люди, они такие, мы хотим что-то менять. Ну, а есть люди, которые мы хотим тусоваться, а есть третий тип людей, которые говорят, мы хотим к искусству. Вот. И когда ты говоришь то, что я раскрашиваю город, глобально меняю визуальную картину у людей, это резонирует с их желанием что-то менять. И все эти люди, они приходят к нам волонтерить, сотрудничать и так далее. И вот здесь вот мы с ними начинаем уже, ну, как, их распределять. Есть люди, которые пришли ради тусовки, мы даем им тусовку. Есть люди, которые пришли, ну, там, ну, элементарно, вот, типа, испытать причастность к изменениям, ну, позитивной среды, неважно чего. Вот. И они волонтерят у нас на постоянной основе, там, знаешь, у нас реально династики, там, люди женятся, там. Мне кажется, это тоже вход. Да, но, а есть люди, которые, ну, там, потенциально художники, они как бы просто из-за того, что у них появляется возможность общаться как раз, ну, вот, настраивать этот нетворкинг. Ну, вот, там, вот, представляешь, ты такой, поволонтерил у какого-то суперкрутого дядьки, который, ну, вот, там, для тебя был иконой. И ты такой смотришь, а он делает обычные вещи, на самом деле, красит так же, как ты, там, не как-то особенно он держит баллончик и так далее. Ты думаешь, а почему я так не смогу, например? И это вот становится твоим, как бы, ну, входом в твое личное авторство, как мне кажется. Мы придерживаемся этого. А вот эти образовательные системы, мне просто, ну, я имею в виду, мы, во-первых, не преподаватели, во-вторых, я не понимаю просто, какой должен быть уровень контакта, чтобы человека наделить как бы визуальной картиной мира. Я, ну, там, вот по профессии, я дизайнер, вот, достаточно неплохой, там, много наград, там, все такое. Но вот даже вот с очень четкой, простроенной картиной мира визуальной, когда у меня приходят люди новые, вот мои соратники, с которыми я должен делать дизайн, полгода минимум, это вот ты должен с ними плечом к плечу чем-то заниматься, чтобы они, ну, как, развились, перестроились. Такого уровня контакта скинография никому не сможет дать. Ну, как вот это ты представляешь? Мы же не финансируем. Здесь как раз вопрос, что, типа, у школы же, у школы же может быть другой параметр, не то, что, типа, понятно, что все пассионарии, но у школы же еще обычно есть плюс в том, что это просто регулярно действующая фигня. И условно говоря, вот, это, наверное, главный пойнт. Я могу свою какую-то рассказать просто историю, которая связана с этими школами, потому что я был, ну, вот я считаю, что стенография, в которой мы тоже участвовали, и как кураторы, в том числе и как художники в самых первых годах, это была определенная одна школа, потому что меня это интересовало, я туда шел. До этого меня тоже уличное искусство интересовало, я шел вот в ГЦСИ, тогда, когда его, когда Наиля и Арсений были, и вот эти вот фестивали видеоарта, которые видео-аут они устраивали, и длинные истории Екатеринбурга, это была тоже очень, как бы, для меня серьезная школа, и длинные истории. Я вначале тоже помогал как волонтер первые годы, а, по-моему, там на третий сделал свой, как бы, забор тоже. Это было, ну… Да, но это такое же было включение. Да, да, я к тому, что, да, очень много кто, и школа Арсения Сергеева тоже, это отдельная история. Про них тоже участвовала школа, я про это понимаю. Да, да, она потом, она чуть-чуть потом, она как бы появилась, как… Это одиннадцатый год, по-моему, это одиннадцатый. Да, ну как, она, насколько я помню, они еще в том офисе были, это был 2006-й. Ну, может, нет. В 2004-й даже, это 2004-й год у него начался фестиваль, и где-то в 2006-м, по-моему, появилась школа. Ну, школа была тоже интересная, потому что он там давал, по сути, разные инструменты художественные, и эти инструменты художественные разные люди пробовали. Ну, то есть на практике могли это попробовать, может быть, на улице, может быть, на улице. Ну, то есть это было как, ну, для головы очень полезное, на мой взгляд, упражнение. И то же самое, например, в формате образования, что мне жестко понравилось, то, что Арсений делал когда-то. Он делал, приглашал художников и делал с ними такие небольшие интенсивы. Марк Дженкинс, вот, например, которые, вот эти скульптуры, это тоже было суперинтересно, когда ты прямо… Потом эти скульптуры реально просто полгорода заполняли у нас, все их делали у нас. Ну, понятно, ну, просто как раз вот тебе дали инструменты, люди начинают им пользоваться, точно так же, как, не знаю, показали в фильме, как график, трафареты резать, и все стали трафареты резать. Это просто… Но когда ты им даешь много, да, вариаций того, тогда уже, ну, будет и более разнообразная картинка в целом, как бы, мне кажется. Нет, я с тобой согласен, ты не подумай, то, что я такое говорю. Да, нет, в топку эти школы, знаете, образование вообще сосет. Нет, ну, просто у нас другая логика. Мы, да, ну, благо мы в интернете. Вот. Просто мы понимаем следующее. То, что непробужденных художников, их очень много, просто они должны про тебя услышать, и они до тебя должны дойти. И наша вот программа минимум на этом сделана, потому что они познакомятся с другими людьми, они как-то с кем-то законнектятся, и уже что-то случится. Они найдут себе возможность для какого-то дальнейшего образования, благо у нас есть, как бы, в России какие-то площадки образовательные, где они могут поучиться. Но наша задача как раз вот их опылить, познакомить между собой и, как бы, призвать их к себе. Но у нас нет ни своего здания, у нас нет госресурсов, чтобы этим всем заниматься. Мы, на самом деле, бедные, ну, как бы, серьезно. Мы надуваем щеки на копейках, если честно. Вот. Гремим там, ездим по всей стране, но мы, как бы, максимально нищеброды, серьезно. По сравнению с какими-то госструктурами, это, ну, эти вещи сравнить нельзя. Про образовательную площадку, ну, типа, про образовательную программу, вот здесь вот. Все, кто здесь участвует, вы же участвуете бесплатно, нас снимают бесплатно. Где-то мой гонорар, как сейчас это принято. И мой гонорар тоже не подвезли, но просто, как бы, вот даже элементарно. Вот какой-то выход, выход в какую-то образовательную программу, он, как бы, у нас происходит на договоренностях чистых. Будь у нас ресурс на образовательную программу, был бы абсолютно другой разговор. Мне кажется, этот диалог, он тоже образовательная программа определенная. Те, кто слушают, они тоже, что какие-то информации могут что-то для себя взять. У меня немножко вопрос. Можно чуть-чуть сломаю? Давай, конечно. Туда вот и сказал про то, что вы бедные, про то, что художники бедные. И вопрос, который касается сессии текущей. И вот каждому, наверное, участнику, и к Диме тоже. Как вы думаете, вот в будущем, будете ли вы богатые, будут ли художники богатые, и когда это случится? Ну... Если вы чувствуете, что вы будете богатыми, пожалуйста, пишите нам в комментариях. Мы очень ждем. Оставляйте контакты. Контакты. Давайте дружить. Игра карт в комментариях. Если вы знаете год, когда вы разбогатеете, пишите. Мы обязательно позвоним именно в этот год. Бизнес-завр. Ну, что касается стенографии. Стенография богатой не будет никогда, потому что стенография вкладывается. Я еще раз говорю, вкладывает свои деньги, которые мы зарабатываем как команда. Сотрудник уволится. Да нет, нет. Просто все ресурсы, которые у нас... Концессию прерывают. Появляются. Мы... И у меня такое ощущение, что я попал в что было дальше. Знаешь, такой, типа, все тебя перебивают. Ты такой, класс. Ну, ладно. Ресурсы, которые у нас появляются, мы, конечно, стараемся их пустить на дело. Вот именно охваты, большие работы, которые привлекут внимание. Привезти по Красно-Лампасу. Он сделает площадь, он сделает медийный сериал на полгода. И мы получим очень много людей вовлеченных. И как бы ему только по большому счету, ну, типа, как институт стенографии, он как бы не создан был, чтобы зарабатывать. Но он был создан для того, чтобы производить некие изменения как раз первое в дискурсе. Вот. Потому что, ну, камон, сейчас все, все такие, вот, деньги, это отстой. Я понимаю, мы живем как бы в постсоциалистической стране и так далее. Вот. Но художники должны зарабатывать деньги. Вот. Все, кто говорит, что сотрудничать с брендами, зарабатывать деньги, это отстой. Да, пошли вы. Вот. Потому что художники, если они не начнут зарабатывать деньги, они будут выпадать вот ровно после 30 лет. Вот. И мы, вот, кстати, до того, как начали здесь вести весь этот наш образовательный проект, про это и говорили. То, что если ты не научишь и не покажешь траекторию, как художнику зарабатывать деньги своим делом, ну, все, ну, как бы, у тебя не будет в стране ни художников, в городе у тебя не будет художников. Они все пойдут работать после 30. Вот. Это раз. И вот эту вещь мы как бы стараемся отстаивать. Мы никогда не брезгуем партнерами. Мы не скрываем никакие администрации города никогда. Ну, и не мухлюем. Вот, пожалуйста, у меня здесь мотивовские браслеты, вот, Яндекс.Карты, мы про них даже поговорили в начале. Вот. Пожалуйста, потому что это все на самом деле очень полезно для культуры. Ну, не будет денег, не будет ничего развиваться. Весь энтузиазм заканчивается быстро. И прогнозы на будущее. Прогноз на будущее. Ну, конечно, сейчас уже, вот у нас, например, есть сходу. Относительно недавно мы начали достаточно, ну, как сказать, продвигать это все вообще в большие массы. Ну, то есть у нас появился большой генеральный спонсор. У нас появились большие работы. Собственно говоря, бренды заметили то, что можно этим как-то пользоваться. Мы не растерялись. Там, допустим, динозавромойка. Вы можете к ней относиться как к искусству, как не к искусству. Да вообще какая разница. Вот. Это показательно следующее. Один из больших застройщиков в городе говорит, я сейчас всю свою рекламную компанию построю на этом. И все. Добро пожаловать, художники. Пожалуйста. Вы можете с ними взаимодействовать. Вот. Они открыты для предложений. Они готовы выделять на это деньги. Они готовы преобразовывать среду не инфраструктурными решениями, а решениями, ну, вот такого софт-характера, ну, вот как рисовательными. Вот. И это, мне кажется, очень важная вещь. Поэтому, ну, у художников сейчас, ну, мы, я уверен, мы протащим эту историю. Мы разрулим весь этот токсичный дискурс по поводу, ну, вот этого, там, легально-нелегально, бедные и богатые, вот, кто лучше, кто хуже. Вот. И в конечном итоге добьемся своего. У художников будут деньги. Потому что сейчас мы наверняка знаем то, что у художников денег нет. И они все вываливаются. Либо должны уезжать. А я так, как человек, который хочу здесь жить, там, и все такое. Вот. Я бы хотел, чтобы художники отсюда не уезжали. Вот. Ради успеха, ради лучшей жизни и так далее. Ну, вот. В будущем сценография будет удерживать и удерживать. И больше брендов, больше контактов, более нюансированные штуки. Ну, вот сейчас, представляешь, вот в этом году у нас интеграция в Яндекс. С мотивом нет никаких проблем. Они нас поддержали просто сразу. У нас был большой достаточно пул партнеров. Вот. Ну, там, по разным причинам мы как бы с ними не состыковались. Появились условия для, вот, знаешь, там, мы расстались с Газпромнефть. Ничего страшного. Ну, мы как бы, у нас есть поле для игры дальнейшего. Вот. И у художника так же. То есть он уже может как-то планировать, куда-то смотреть, с кем-то коллаборировать и так далее. Ну, кстати, посмотрите на покрас Лампаса. Вот, тоже хороший. Там, вы можете к его творчеству относиться по-разному. Но то, что он проколотил тоже достаточно такой хороший путь по тому, как художник может себя, ну, как, монетизировать. Ну, как монетизировать, как поставить, как стать площадкой, да. Да, 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 да. Поэтому, мне кажется, мы будем богатыми. Ну, мы просто, да, мы как бы, мне кажется, ну, типа, я не знаю, это скорее для зрителей, типа, разделять в башке как раз художественный разговор и инфраструктурный. Потому что мы сейчас, в целом, перешли в инфраструктурный разговор, где мы не оцениваем что-то по эстетическим критериям или по критериям того, что есть произведение, а что нет. Это, типа, как делать проект и не давать людям от голода уйти, вот, там, не знаю, в сварку. Но у Вовы был вопрос. Да, вот я как раз, у меня вопрос по поводу сварки, я с нее начинал, если что. Как раз у меня вопрос, что, а нужно ли поддерживать вообще художника, который после 30 лет может свалить, как бы, понимаешь? Ну, вот, у меня такой вопрос. Если я художник, правда, я в 30 лет стал художником. У тебя вообще полная версия как раз. Да, ты свалил еще до того, как это стало мейнстримом. Ну, короче, мне кажется, что это тоже, знаешь, такая... Ну, зачем поддерживать то, что не хочет расти само? Нет, 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 а ну, понимаешь, здесь можно всегда довести человека до ручки. Художник, он же не из-за того, что он там слабовольный, не любит искусство, он уходит. Он уходит по простым причинам. У него появилась семья, почему я говорю четко цифру 30, в это время уже практически у всех художников есть. Семья, у кого-то квартира, ипотека, ребенок и так далее. И он такой, а что мне делать? Ну, я могу, конечно, сейчас быть... Ну, получается, ты его ставишь в ситуации, знаешь, быть плохим отцом или быть художником. Я, честно говоря, смотрю на это, и мне жутко от этого выбора становится, когда ты любой выбор, который не сделаешь, он будет плохим. То есть типа, блин, меня позвали в дизайн-студию арт-директором с нормальными деньгами, либо я продолжаю делать это. Либо я продолжаю делать это. Я, наверное, пойду в студию, потому что у меня два ребенка. Да, да. К тому же, кстати, я вам хочу сказать, помимо искусства, ну, там, на улицах, искусство, в принципе, как бы у художников есть, где заработать, но тогда сразу тут подрубается очередной дискурс. Вот вчера вот здесь сидели девчонки, Наташа Пастухова проговорила такую мысль. Ее на карбланш не взяли, потому что она иллюстраторка. И все такие, фу-фу-фу, это не искусство и так далее. Да, детишечки мои, если бы вы знали, какая там конкуренция и как там люди реально делают настоящее искусство, то вы бы там просто не прожили ни дня среди вот этих девчонок-иллюстраторов. Это я вам точно говорю. Потому что тот уровень прошаренности визуальной, который, например, вот вчера был, там, вот здесь сидела, там, Кина, Наташа Пастухова и Таисия Спирина, тот уровень визуальной прошаренности и визуальной истонченности, какой-то уже утонченности, который есть у них, ну, как бы, честно говоря, пацаны с карбланшем вам даже не снился, ну, как бы, типа, это я вам заверяю. Вот, просто другой вопрос, как бы, мы можем бесконечно, как бы, делать... Сейчас просто стол появился, у тебя галстук вырос, и это было прям... Просто, как бы, это очередное усложнение и токсичность внутри субкультуры, когда появляется вот это, знаешь, охранение, ну, хранение врат, вот это вот какой-то, типа, гейткиппинг, то, что все будут создавать условия для уличного искусства, чтобы очень четко описать границу, которая проходит вот ровно под ними. Вот, типа... Ну, мне кажется, это же просто базовая штука любой, типа, профессионализации. Индустрия себя определила и такая, о, все, это мы, а вы не мы пока. Да, а вы не мы пока. А потом это снова надо преодолевать, но это, видимо, уже, типа, поколением дальше. Да-да-да, но разговор о том, что, в принципе-то, как бы, даже ничего страшного, трагичного не случится, но как бы, но если мы даже говорим вот в риторике, которую задает, ну, вот, сегодняшнее сообщество на улице, вот, то вот именно в этой риторике у человека не остается возможности быть художником, вот. Я бы хотел, ну, вернуться, во-первых, не потерять Степин вопрос про то, будем ли мы богатыми, это очень важный вопрос. Ну, он серьезно важный. Но вдруг, типа, у тебя было доуточнение, типа, то есть веришь ли ты, что художник — это все-таки призвание, что, типа, если он в 30 уходит, то... Слушай, ну, я как раз в это верю, да, мне кажется, что, ну, если ты слился в какой-то момент, то это, да, это, ну, просто... Типа, что я не могу не... Да, те люди, которых я знаю, они примерно вот такие, как я, то есть, ну, у меня было время, да, когда у меня... Я пешком там на Уралмаш ходил, да, ну, из города, вот, и, то есть, бывали такие периоды в жизни, но при этом, ну, я не пошел там... Вернее, я ушел из офиса, где делал компьютерные игры, вот, потому что я не хотел заниматься каждый день, как человек, ну, знаешь, как... То есть я работал на заводе когда-то, да, и примерно это тот же самый завод, только, ну, в каком-то другом виде. Вот, то есть мне это было неинтересно, и мне было интересно, ну, сказать что-то самому. Поэтому для меня и для тех людей, для которых это важно, мне кажется, отсутствие денег в какой-то период, как бы, это не должно быть какой-то такой, ну, прямо воротами, да, за которые ты просто, ну, уже... Ну, то есть, мне кажется, это... Но должен быть тусич. Да, но... Самое главное, да, друзья и тусич, как бы, и это, как бы, решает многое. Я тебя прекрасно понимаю, но ты вот сейчас сделал ровно то же самое, о чем я говорил. Ты ровно под собой прочертил границу, вот, каким должен быть художник. Вот, такой, вот он должен вот с Уралмаша ходить пешком, он должен там, да, никому никто еще не должен. Это вообще такая история, ну, про Ван Гога, знаешь, ну, то есть художник должен быть голодным. Это, как бы, не я эту черту сделал, да, она существует. Я тебе говорю, что это для меня было важно, понимаешь? Мне похер было на то, что у меня денег на жратву, может быть, не совсем есть, как бы, но зато я чувствовал себя абсолютно свободным от всего, как бы. То есть я что хотел, то есть... Вот именно, то есть это, как бы, это моя личная установка. Это не то, что я там маркирую кого-то там лампаса или кого-то еще там, что художник, не художник. У каждого свой путь абсолютно. Ну, вот, да, вот, мне кажется, ну, вот... Но если бы у тебя были финансы, это же тебе не помешало бы? Ты бы не стал художником хуже, понимаешь? А не факт, кстати, не факт. Я думаю, что, возможно, ну, я считаю, что вообще мой путь, да, ну, там, и армия, и там, и там, работа на заводе, там, и все остальное формировало именно меня таким, какой я сейчас есть, как бы. Человеческий керуар. Типа, вот художник такой. Ну, окей, да. Я могу тоже, да, если уж... Да уж нет, помолчи. Нет, просто мне тоже кажется, что... Ну, вот я с этим столкнулся. Не в том плане, что мне... Сейчас попробую объяснить. В общем, я сейчас не живу в России, я живу в Израиле. Вот, но там я занимаюсь деятельностью художественной. И занимаюсь только этим, потому что там есть такая возможность, в том числе. Здесь я, может быть, это тоже как бы с какими-то другими дополнительными вещами каким-то образом совмещал, потому что здесь, как мне кажется, какой-то именно рынок вот такой вот художественный, он не очень сформирован. Вы можете там поспорить или сказать, но вот по ощущениям здесь делать то, что то, что я делал там, пока что я бы не смог. Вот, и поэтому мне кажется, что про вот это формирование художественного рынка это тоже очень такая серьезная вещь, важная, которая, мне кажется, в России должна происходить, и в Екатеринбурге в том числе. Это безусловно, как бы, просто тогда, когда я начинал, тут не то, что коммерческой галереи, тут вообще никакой галереи не было, так что, ну, о чем речь, как бы. Ну, да, не, чтобы рынок был, чтобы художник не был голодным, и чтобы, на самом-то деле, заказчики, с которыми художники работают... Нет, ну, правда, чтобы они как раз не думали, что художник должен быть голодным. Мне кажется, вот это самая стрёмная вещь, что, типа, мне как подруга недавно рассказывала про то, как они работали с одной крупной автомобильной компанией, которая очень гордится своей ответственностью и прочим. В отличие от пиарщиков этой автомобильной компании, которые на как раз одной пиар-встрече сказали, блин, ребят, сейчас мы вам расскажем потрясающий кейс, как, типа, выжать художников бесплатно и отработать повестку идеально. Я даже знаю, тадам! Это Porsche, да? О, нет! Так что это не одна компания так поступает. Да, значит, это схемная. Это BMW. Вот, чтобы, ну, типа, отношения выстраивались лучше, блин, вот это было бы супер. Но для этого надо рынок менять, возможно, не только через фестиваль, возможно, здесь еще какие-то должны быть, не знаю. На самом деле, у нас это очень сложно, потому что, ну, до сих пор вот есть такие вещи там, ну, правда, это не сейчас, там лет 15 назад было, когда мы тоже заказ рисовали в Тагиле, да, на улицах. Подходит мужик и говорит, вот, нарисуйте около моего ресторана, там, тетеньку с титьками, вот. Ну, типа, ну, окей, давай, сколько денег там, что, так вам же нравится рисовать, типа, я вас накормлю. В общем, ну, вот так вот, собственно, у нас привыкли к этому относиться. Честно говоря, до относительно недавних времен было такое, то, что все-таки, слушай, распиши, а я тебе баллончики куплю за это. Ты такой, да? Сейчас ситуация меняется, на самом деле. Ну, не кардинально, скажем так, но все равно есть изменения, да. А новая школа? Да. Ну, я полностью согласен, на самом деле. Ну, просто новой школе не с чем сравнить, мне кажется. Ну, как бы, каждый художник способен продавать себя, то есть, как бы, надо просто уметь выстраивать предложение, не говорить, что вот, я вам только закраску там нарисую, и покормите меня. Как бы ты, как бы, должен быть еще и маркетологом, как бы, сам по себе, и сам себя уметь, как бы, ценить, что чего ты достоин, и просто, как бы, за расходники делать все, что угодно. Конечно, все зависит от проекта, от локации, от медийности этой работы, но, так или иначе, каждый, у каждого, как бы, своя голова на плечах. Это звучит как утвердительный ответ на вопрос, будешь ли ты богатым. Да, ну, я, на самом деле, я все равно придерживаюсь позиции, то, что, там, мы, вот, раз мы фестиваль и что-то делаем, то мы должны каким-то образом, наверное, эту нагрузку с художников снять, ну, то есть, чтобы, просто, мне кажется, чем меньше ты посвятишь себя, там, каким-то поиском формы, поиском смыслов, тем, ну, менее ценным будет твое искусство, вот. И я такой думаю, наверное, административную работу лучше бы, как бы, проводили, ну, кто-то большой, ну, институты, а не конкретные художники как раз. Я думаю, то, что художники, художникам лучше не продавать себя самим, ну, и не упаковывать. Ну, нет, конечно, я ничего не говорю, есть люди, у которых это хорошо получается, но не все художники умеют себя хорошо продавать просто-напросто, вот. То есть, типа, в хорошем сценарии будущего есть какие-то институты, которые как раз просто дают возможности художникам гранты или, там, не знаю, принуждают компании отчислять, там, не знаю, 2% на создание, типа, объектов, чтобы художники могли работать, типа, это будущее, которое мы хотим. Самая короткая вещь – это вот пробовать вписать, ну, там, я имею в виду, по крайней мере, там, большим компаниям, озаботиться тем, чтобы в свою социальную повестку, а у всех больших компаний есть, как бы, вот этот пунктик социальной ответственности, чтобы они, как бы, как раз, ну, там, чем хорошо уличное искусство, то, что они могут художников, раз мы говорим про улицу, вписать вот в позитивные изменения среды, как социальные пунктики, вот, в своих социальных ответственностях, и тогда это значительно легче сделает жизнь, ну, по крайней мере, на улице, уличным художникам, вот, как мне кажется. Ну, опять же. А это штука измеримая вообще? Ну, типа, мы сделали вот эту, там, не знаю, вот эту, ну, типа, вот этот кусок, люди здесь стали счастливее или больше пьют пиво, или, ну, типа, как это? Ну, вот, например, наш опыт с «Газпромнефтью», о чем он говорит, то, что, да, мы такие, мы изначально пришли со следующей позиции, мы говорим то, что, так, информация в пространстве, ну, грубо говоря, квадратный метр вашей инфраструктуры, пока вы его не наделите какими-то смыслами, вот, это вообще ничего. Ну, вот, мы с тобой вчера разговаривали на эту тему, то, что фон фигура, у вас просто все один сплошной фон, вам не начат смотреть, и люди как бы из, начинают уезжать просто из городов, вот, в поисках, опять же, лучшей жизни и так далее, потому что им просто работы в городах недостаточно. И мы говорили примерно следующее, то, что давайте будем создавать ощущение кипения жизни, чтобы люди как бы видели, ну, хоть какие-то выпирающие элементы, ну, вот, жизни из вот этой безликой инфраструктуры. Вот, и у них есть, конечно, ну, там, бюджеты на вот различные измерения, то есть нас мерили стрелка, вот, они тоже, там, делали исследования, какие-то брали пробы, там, этого человеческого грунта, там, вот, все такое. Вот, и... Не, ну, я имею в виду... Нет, это так, метафора. Ну, как бы они это все замеряли... Кулаговское немножко. Да, собственно говоря, как, там, у человека отношение к тем или иным позициям меняется, но оно меняется, вот, и они бы на самом деле, как бы, не заряжали деньги, если глобально отношение человека к пространству, его жизнь в пространстве не становилась легче бы. Вот, то есть чем лучше отношение человека к пространству, тем, ну, там, тем дальше продолжались наши взаимоотношения. Поэтому вот это была наша вот какая-то вот наш вклад, как бы, в понимание больших компаний, того, как они могут с помощью уличного искусства получить, ну, как сказать, правильно инвестировать вот эти вот деньги, которые у них на социальную ответственность выделены. Которые в идеале проходят потом путь и приходят к художникам, да? Да, да. Ну, как, не то, что к художникам прям. По крайней мере, художники в конкретных городах могут развиваться. Так же происходит, как вот с Екатеринбургом, опыление, ну, они подрастаются. Там, если берешь ноябрь какой-нибудь, вот, то там несколько вот пацанов, они были, вот, рисовали, там, граффити, вот, они в это включились, мы их сразу, как бы, давай подключать к художникам, которых привезли, которые постарше, поопытнее и так далее, чтобы они набирались опыта и могли дальше это все продолжать. Вот, так что вот какие-то вот матрицы вот у нас были вот такие. Я, кстати, хотел спросить, как раз, получается, Степу и Яну, скорее, вот для вас какие, ну, вот за пределами фестивалей, ну, наверное, такие, типа, тусовые пространства или пространство обмена опытом существует, которые для вас, ну, сейчас супер важны или могут стать супер важными. Мне кажется, я еще бы и про израильский опыт было бы очень интересно услышать, потому что раз настолько кардинально другая ситуация. Ну, если говорить про пространства, которые были, ну, окей, да, вот, например, интересно для меня было то, что в период пандемии, когда очень много институций, которые каким-то образом с уличным искусством связаны были, они делали какие-то свои эфиры, делали какие-то диалоги, дискуссии. Это было суперинтересно, там, как бы нам, которые рисовали в это время дома, это все слушать было супер, суперполезно, во-первых, а во-вторых, это было такое времяпрепровождение. То есть можно сказать, что мы, несмотря на то, что находились в другой части света, мы были рядышком вот с теми же художниками, которые рисуют здесь вот в России, это было суперинтересно и с точки зрения какого-то глобального диалога. И вот если опять-таки про форсайт-сессии говорить, и то не просто то, что существует сейчас, а чтобы мне хотелось, чтобы происходило, мне бы хотелось, чтобы происходили, ну, чтобы были такие площадки глобального диалога разных художников со всего мира, где они могут тоже поговорить о какой-то стратегии своей, то есть про какие-то насущные темы обсудить, там, пошутить, попить пиво онлайн. Это мне показался очень интересный и прикольный формат. Вот я бы хотел, чтобы это все продолжалось. Это если говорить о каких-то онлайн, да, как бы ресурсах. А если говорить про оффлайны, то я очень верю в эти форматы резиденций все. Мне как бы кажется, что хорошая резиденция — это тоже очень крутой опыт. И как сейчас я вижу то, что их все больше и больше становится. Если с периодом пандемии ничего не изменится, вот, то тоже у художника есть еще одна очень прикольная движуха. Ну, если говорить про то, что человек находится в каком-то региональном городе, например, как я вот живу в Воронеже, да, например, у тебя нет особого доступа к оффлайн движухам. То есть в Воронеже происходит очень мало чего-либо, какого-то такого молодежного, современного, какие-то актуальные тренды мало где можешь встретить. И по этой причине мы с моим коллегой Мишей Гудвином, тоже художником, мы с ним открыли мастерскую, да, опять, это такая галерея современного искусства, киноклуб, концертная площадка и все такое в трехкомнатной Сталинки в центре города. Это такой перманентный квартирник, в котором мы как бы и сами и курируем все проекты, и курируем выставки, привозим классных художников, лекторов, планируем сами какую-то такую самобальную резиденцию сделать. То есть если нету движухи вокруг тебя, создай ее сам. Ну и как бы мы ее создаем, по крайней мере, надеюсь, мы уже с властью, может быть, решим насчет масштабирования этого проекта, получим локацию, и мы будем уже искать субсидии, поддержки от бизнеса, гранты и дальше развивать этот проект в регионах. Так как в Москве, в Питере, мне кажется, таких проектов довольно много, и переезжать всем из условного Воронежа в Москву, это означает еще как бы потери вот этих вот точек возможностей в каких-то регионах, там все как бы в Москву уедет, и там ничего не остается, там будет как бы продолжаться вот это все информационная тишина. Есть у вас ребята, которые занимаются, типа, Горшков там, и... Ну вот я ассистент у Вани Горшкова уже полтора года, да. Ну ты говоришь, что вообще ничего нет, ну как бы совсем ничего не сказать. Ну да, он был на Центр Современного Союза. Он был, Воронежский Центр Современного Союза. А, его нет, что же? Как бы больше состоялись как художники, и сейчас они больше занимаются как бы своей личной практикой. Половина разъехалась, остался там Коля Алексеев и Иван Горшков. И то у них там семья, дети... Инновация. Инновация, да. И все дела, то есть уже до галерейной какой-то деятельности времени не остается, и передать это кому-то, да и ресурсов на это нет. Потому что им, конечно, город дал эту локацию, но средства... А почему вы не подхватили, кстати? Это же было, ну такое... Мы сделали свой проект. Параллельно как-то случилось, да. Мы открыли свой проект, и через месяц закрылся вот с Ива. Так как-то случайно все это случилось, но... Подстроили, скорее всего. Да. Ну, как бы и сейчас то, что есть много медиа, есть интернет, есть соцсети, это позволяет просто сидеть где угодно в деревне, не знаю, в Воронеже, и просто следить за всем, что происходит в мире. Мне кажется, насчет насмотренности сейчас вообще нет никаких проблем. Ты можешь развиваться как художник, будучи даже не находясь в какой-то тусовке. Ты можешь, не знаю, быть один, но создавать какие-то тренды в своем городе. По крайней мере, я вот сейчас в Воронеже, это не мой родной город, но я стремлюсь к тому, чтобы стрит-арт и вообще уличная какая-то культура, она развивалась за счет как бы моей практики. И как бы я подаю пример, возможно, другим людям, которые также бы начнут подхватывать это медиа, этот медиум, и работать с городскими пространствами. Спасибо большое. Ну вот как вы думаете, насколько для, ну, типа как раз там условного этого комфортного будущего важно, ну, и как делать вот такие, не знаю, постоянные межгородские что ли связи? Как раз говоря конкретно про регионы, потому что Москва и Петербург всегда отлично справляются сами, но типа условно там постоянный телемост, Екатеринбург, Воронеж, ну, типа, как делать, может, надо ли делать какие-то, типа, кочующие проекты, или, типа, объединяться, типа, движ здесь, движ здесь, и вы делаете, ну, такой, не знаю, фестиваль флип, который в этом городе, потом в этом городе, понятно, что вы так делаете как раз, у атмосферы есть похожий фестиваль Тридцграни, который кочует по городам, это вот, наверное, хороший пример подобного. Да и вообще, мне кажется, просто вот куратом таких проектов надо ездить как раз по городам, знакомиться с нужными людьми и звать их себе. Видишь, атмосфера немножко другое, потому что они же просто это такой, рука из Москвы опустилась, показала и убрала, потом снова. Я скорее как раз про, ну, не знаю. Ну, мне кажется, вот, да, я тоже сказал, что надо ездить, и, ну, мне кажется, это всегда было, то есть, когда-то я тоже ездил в Самару, там, знакомился, участвовал у них, они приезжали сюда, мне кажется, это всегда так и работает, то есть, ну, вот, приезжают на фестиваль, знакомятся, и потом уже, в принципе, и фестиваля не надо, то есть, есть где, ну, приехать, да, и переночевать, И, ну, то есть всегда есть друзья и знакомые в тех городах. Ну, то же самое было с Красноярском, ну, у меня, например. Ну, там это работает, ну, если ты в это погрузился уже, да, то это уже как такая система. И мне кажется, что, ну, все связи. Вот с Воронежем, к сожалению, у нас в свое время ничего не случилось, но с другими городами что-то было. В мой случае была такая практика. Просто часто мы сами писали, будучи незнакомым с музыкантами или с художниками, просто писали им в личку, вот у нас есть такой, как бы, квартирник, у нас нет ресурсов, приезжайте, сделаем там какое-то мероприятие и так далее. Люди, как бы, какое-то доверие все равно появляется, хотя, казалось бы, нужно как-то лично познакомиться, какие-то связи какие-то выстроить, чтобы было какое-то первоначальное доверие. И они приезжают к нам, остаются у нас же в квартире с ночевкой, питаются наши кухни, и как бы такая, приехал просто к друзьям на вписку в город. Ну и параллельно ты еще создаешь какие-то там движи локальные. Как мне кажется, это прям круто, что доверие появляется не только при личных встречах, но и будучи просто написал кому-то в другой конец страны, ребятам приезжайте к нам в Воронеж. Спасибо. Друг. Я просто хочу сказать, что мне кажется, что художникам, в принципе, полезно выбираться даже не только вот из своего города и в какой-то город России, например, а еще и куда-то в мир, потому что вот если говорить про уличное искусство, там художники уличной волны, ну вот то, что я могу судить по тому, что я вижу, мне кажется, у них суперкрутой уровень. Даже по сравнению с израильским точно искусством, вот уличной волны, потому что там немножко такой подход своеобразный. Но опять-таки есть покупатели европейские, которые покупают это искусство, но часто художники, они почему-то сложно преодолеть вот этот барьер, выйти из одной страны в другую, а это, мне кажется, свои плоды дает какие-то. И мне бы хотелось, чтобы было вот, не знаю, может быть, стенография сделать какую-то интернациональную штуку. Мы с тобой хотели сделать интернациональный проект, да ты сюда приехал просто. Мы такие думаем, вот было бы как хорошо, Степа Айфо сейчас. Нет, прям какой-то я имею в виду и про диалог с художниками. Нет, у нас есть такой проект, если помнишь, может быть, Бенни, немец, вот был такой рыжий такой, они на Уралмаше делали работу. Вот, мы с ними хорошо задружились, они тоже делают фестивали, и мы хотим как бы сделать некий культурный обмен. Мы тоже планировали в этом плане сделать, ну, пересылку, так сказать, обмен пленными, ха-ха. Вот, все, ладно, я завязываюсь. Пробу человеческого. Крипового. Да, но суть в том, что, конечно, такие проекты были, да вот только этот год такой плохой для построения планов. Может, как раз планы строить можно? Да, реализовывать их сложно. Но думаем, думаем. Также у нас, вот, если, может быть, помните, Ахиллес, он делает фестиваль на Кипре. Вот, с ним тоже у нас планируется культурный обмен, вот, потому что до Кипра, опять же, рукой поддать из России, там, это все стоит копейки. Вот, тоже забавно, когда вы выбрасываете художников в какие-то там тропические, как сказать, ну, в тропический ландшафт. А их художников, наоборот, забрасываете сюда к нам, в Сибирь, в Урал, вот, чтобы они, так сказать, прочувствовали завод. В болотце. Да, вот, это все, да, 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 ну, мы потихонечку идем, ресурсы всегда ограничены, сейчас учимся, как, как вообще развиваться, может быть, с диверсифицированной системой партнерства, вот. А у вас было как, вот, в плане коммуникации с миром? Ну, вот, кстати говоря, это такая же история, как и с городами России. Когда-то я вообще первый раз приехал в Германию, в 12-м или 11-м году, я не помню, вот, и познакомился там со студентами в городе Киль, учились в арт-академии. Вот, и после этого мы стали, ну, поддерживать связь, и, то есть, сейчас эти люди уже, естественно, давно закончили, у них есть свои галереи там, и они как художники работают, и как кураторы, вот. И, ну, и эта связь, она осталась, и, собственно, я как художник чаще выставляюсь в Германии, чем здесь, например, потому что, вот, ну, они меня зовут, так или иначе я приезжаю, и, на самом деле, мне кажется, что это важно, да, ну, вот так сконнектиться с кем-то, да, ну, если у тебя какой-то такой общий взгляд на мир, да, и все это состоится, и сотрудничество продолжится, и, как бы, ну, это работает везде, как бы, что по стране, что по миру. Да нет, на самом деле, нам бы даже внутри города, как бы, настроить, ну, вот, какую-то, хотя бы, какие-то мосты, например, так скажу, с ГЦИ мы вообще никогда не работали. Я, у нас была там до этого тоже какая-то беседа, и вот мы с Вовой познакомились там, то, что мы такие что-то сидим, ну, там, немножко у нас была такая перепалка, вышли так, что-то пообщались, я думаю, блин, прикольно. Он нас на выставку сводил посмотреть, мы такие посмотрели, думаем, классно, а мы как-то уже, ну, если в прошлом году 5-е биеннале, там, 10-е скенографии, я думаю, мы уже 10 лет существуем с ними, как-то неловко мы с ними не пересеклись. Но это только человеческие пересечения, которые как раз в институциональной очень тяжело перековываются, и это вообще отдельная какая-то сложность. Как бы, как подружиться не в режиме просто, как бы, пивчик попить, а уже, когда есть проекты, чтобы проектами дружить, это сложно. Но я Стёпе хотел большое спасибо сказать за то, что ты резиденцию вернул в разговор, потому что, по-моему, это очень крутая форма, и она очень, ну, добрая, что ли, для художника всегда. И вот делать это, и то, что вы делаете такой, ну, квартирник, и на своем горбу тянете, это супер мощно. Ну, дай бог сил, как говорится, потому что это же такое дело, все мы когда-то что-то делали подобное, да, и как бы, ну, обычно это заканчивается. Слушайте, у нас, ну, вроде как медленно выходит время, да, мы, типа, полтора часа должны были говорить, или... Да, сколько времени у нас осталось? Полтора часа. Еще? Да, еще. Это антракт. Встали, сходили в туалет и пришли обратно. Я за вас слежу. Да, вроде бы мы, типа, практически полтора часа, так что, наверное, я бы предложил какие-то сейчас, ну, финальный раунд-реплик. Никто не задал нам вопросы в комментариях. Я в целом и не думал, что кто-то задаст, но если вдруг вы прям чувствуете, что хотите, можно задать прямо сейчас. Или если вы встали слушать, можно уже выключить трансляцию, потому что, ну, типа, мы уже почти заканчиваем. Но, в общем, если что, комментариям будем рады. Показывайте своей бабушке. Да, не выключайте. Не выключайте. Покажите бабушке, дедушке и бабушке, дедушке своих друзей и дальше. И, сори, да, Степа больше делал из этого форцайт-сессию, нежели я. Я из этого делал просто производственный роман какой-то. А у вас там как? А вот это? А вот. Вот. И, наверное, чтобы это стало больше форцайт-сессии, наверное, вот в конце я бы спросил, типа, какой одной из структурной штуки не хватает для того, чтобы все было хорошо? Так, я могу, да, начать. Собственно говоря, у нас дела в уличном искусстве примерно выглядят так же, как у нас дела с музыкой были относительно недавно. У нас такой русский рок происходит на улице. Он абсолютно нарративен. Вот. В нем абсолютно нет музыки. Вот. Ну, в смысле, то есть все стараются выжать максимальные содержания, но очень редко встречаются работы, которые формально, ну, выразительно в какой-то степени оснащены. Кстати, я могу сказать следующее, то, что, конечно, это все не может существовать бесконечно. В ближайшем будущем, вот буквально будущем, все равно появятся художники, которые будут существовать на стыке формы содержания, потому что это как раз язык, которым сегодня художники общаются со всем миром. Вот. Опять же, нарративная история, она закрыта только вот на территории нашей языковой зоны. Вот. И, конечно же, появятся художники, которые протопчут путь, в общем-то, в некий такой интернациональный рынок для художников. Ну, такие примеры уже были, конечно. Вот. Я имею в виду выходов российских художников как раз, ну, вот в широкую аудиторию мировую. Ну, вот с москвичом было круто. И, как ни странно, рекламщики, как правило, выходили, вот если вы посмотрите на конкретно взятые работы, то, вот, например, ямы на асфальте, вот, которые заставят чиновников работать, это как бы, это, по сути, социальная, абсолютно провокационная работа, которая, если бы ее сделали не рекламщики, была бы вообще самым, что ни на есть, стрит-артом. Вот. На стыке формы содержания она выстрелила вообще просто, ну, куда только она не попала. С москвичом такая же история. То есть он, как бы, у него некая есть нарративная ДНК, но он, как бы, по своей природе, это, ну, просто формальный прием. Имеется в виду художественный объект вырезанного москвича. Да, вырезанный москвич, вот. Он просто, там, в первые два дня 30 миллионов упоминаний, вот. Если мы говорим про то, что есть работы, которые полыхают, и потом про них никто никогда не слышит, зайдите на концептуальный вандализм какой-нибудь, вот. И там москвич просто раз в месяц его публикует, там уже люди в комментариях пишут «Прекратите это! Сколько можно, ваш чертов москвич!» Вот. Но, вот. И, собственно говоря, таких работ будет, я думаю, появляться больше, потому что эволюционным образом… Видите, сегодня у меня, конечно, вообще день метафора просто. Вот. Будут… Да, 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 перейдет в русский рэп, так сказать. Будет больше формальных высказываний однозначно, потому что эти художники будут просто успешнее, вот. И они смогут дольше оставаться в индустрии, соответственно, они будут набирать еще большую форму, вот. И будут себя комфортно чувствовать. Да вот, мне кажется, Вова такой представитель, вот, то, что, там, даже здесь мы его, наверное, в меньшей степени знаем, чем про него знают за рубежом, вот, потому что, ну, там, он на стыке и форму, и содержание, вот. Я очень достал. Финальная реплика, да. Будущее, 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 мне кажется, за… Армискета фьючера. Фьючера, фьючера. Да, я считаю, считаю, что будущее сжигать не стоит. Да, потому что сколько раз сжигали… Будущее будут сжигать через очки дополненной реальности, через Инстаграм-маски и прочими всякими ресурсами, поэтому… Также будут сжигать хекс-код будущего. Так что, я думаю, за стрит-артом большое будущее. И, возможно, он просто мутирует. Нечто абсолютно новое. Пост-интернет, какие-то, не знаю, локации, в которых какие-то будут виртуальные, эти самые, виртуальные города, виртуальные улицы, на которых будет появляться виртуальные высказывания виртуальных художников. Вообще, возможно, это будут на нейросети. Да, это уже будет буквально послезавтра. Послезавтра, да. Возможно, многим художникам просто не будет работы, потому что за них будут делать 3D-принтеры, их скульптуры, их живопись будут делать тоже 3D-печать. Это уже реальность, на самом деле. Да, да. Главное, чтобы порошок предоставляли партнеры. Ты открываешь эскизы, а 3D-принтеры все делаешь. То есть ты просто прописываешь… Это звучит как практик Дэмиана Хёрстя, если честно, просто. Ну, да. Прописываешь там 3 фактора. Там политика, не знаю, Путин, дыры в дорогах и еще что-то. И он просто тебе делает рисунок сразу, и тебя он выстреливает во всех. И он тебе сразу его подгружает, в общем-то, в пространство, потому что он очень закончится реальность. Да, в Яндекс.Панорама. Да, да, да. И все. Блин, вот от этого будущего у меня очень грустно, я готов его сжечь уже, если честно. А будут олдскульщики, которые будут говорить, да ё, вы чего? Не до первой, не до последней. Очки будут эти все ломать, мы будем делать в городах, а города будут пустые, все будут сидеть по домам. Вот я очень любил историю про гугл-глассы, как они не зашли, как мужчина зашел в бар, и бармен узнал, что он в гугл-глассы просто сломал ему очки и избил его. Вот так, кстати, могли наблюдать, как художник в течение полутора часов лет. И уже абсолютно, будучи сумасшедшим, в конце подводит итог. Такая драматургия нашего выпуска сегодня была. Ну вот, я немного про прошлое, как бы, хочу сказать. На самом деле, всё это хорошо, но, допустим, ну, то, как развивается, мы и сами видим, всё прекрасно, и там, ну, всё у нас будет, и деньги, я думаю, тоже когда-нибудь. Вот, а как раз меня больше печалит тот факт, например, что, ну, какие-то, ну, может быть, важные, может быть, ну, там, с исторической или с культурной точки зрения вещи пропадают как раз, да, которые исчезают, например, вот в Тагиле. Кстати, вот почему бы стенографией не заняться восстановлением работы? Есть такой художник Константинов в Тагиле, и огромная фреска на приводке, знаешь, ты площадь? Да, я просто, я готов к этому вопросу. Мы как раз сейчас пытались в этом году реализовать скинография ревижн, это когда мы проводим, в общем-то, срез культурного, вот именно уличного какого-то наследия, и собрать людей, которые занимаются реставрацией, чтобы понять, как это всё можно максимально качественно и, ну, не, как сказать, не вторгаясь как раз в оригинальную часть восстанавливать работу, причём это не только там фрески, мозаики и так далее, вот, но и вообще даже вот уже сегодняшняя актуальная, уличная, вот, тоже нужно сейчас этим вопросом задаться. Но мы, по крайней мере, сейчас каталогизируем это всё, ну, потому что, как ни странно, каталоги звучат скучно, но это очень важная рабочая вещь, вот элементарно даже. Мы сейчас сделаем каталог, который пойдёт в администрацию, и в администрации будут знать, что ценно и что нельзя закрашивать. Это важный оборот. Вопрос, вопросов нет. Надо ценить, надо сохранять. Да, потому что я тоже бываю в разных городах, и как раз вот многие, ну, актуальные художники, да, как раз обращаются даже вот этот вот, Олег Устинов, у него был проект как раз про это, который должен был, ну, скандал вот этот. Вот, неважно. В общем, мне кажется, что это тоже такая важная часть нашей общей жизни, да, которая, ну, смывается и уходит, и мне кажется, что нужно обращать на это внимание. Да, 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 нужно за это биться прям, серьёзно, потому что мы можем потерять такой важный пласт, ну, искусства. И все снова будут велосипед изобретать, да. Да, да, да. Точнее, просто не знать, какие классные штуки сделали, да. Да. Не, серьёзно, это же просто крейзи, вот вы просто подумайте, там, вот если вы реставрируете картину, которая вот у вас из режима, там, какой-нибудь станковой живописи, у вас состав там такое количество, вот сейчас я вот эту бумажку накладываю на какой-нибудь, там, кроличий жир, его можно растворять вот этим. Тут у нас вот используется этот состав. На улице, фасадка, банка, ты такой, всё, весь ассорти, всё ассорти, короче, делается из этих двух вещей, вот. Там, как мозаику восстанавливать. Ну, кстати, вот тоже интересный момент, мы знакомились и с мозаичниками, специально, чтобы можно было, как бы, мозаики реставрировать, вот. Но это тоже накладно, конечно, реставрация, такое дело дорогое. Мы попробовали в этом году взять грант на этом, вот, но безуспешно. Вот. Будем долбить дальше. Да, я к тому, что если есть такое, то это уже хорошо и это важно, на самом деле. Да, да, да. Вам слово. Окей. Я, наверное, хочу сказать такую штуку, да, если про искусство. Есть в Тель-Авиве один такой фасад, на нём написано цитата Ницше. «Art save us from the truth». Типа, искусство спасёт нас от правды. И вот, мне кажется, несмотря на то, что вот мы сейчас прогнозируем как-то, вот мы эту вот правду придумываем, и всё равно найдётся какой-нибудь очень крутой художник, который сделает вот даже спасение от этой правды то, что мы вообще не ожидали никак. Я вот прогнозирую, что таких художников будет появляться больше и больше, тех, которые будут взламывать существующую вот действительность, делать её не такой предсказуемой, делать её интереснее. И вот хочется это пожелать. А ещё хочется, ну, как-то поддержать знакомых художников, что ли, которые здесь живут, там, в Екатеринбурге, в России. И я вот уверен то, что... Ну, то, что вот у каждого слушателя есть какой-нибудь друг, который занимается художественной практикой. И если они смогут у него что-то там купить, даже чуть-чуть сейчас, то эта поддержка уже даст ему какой-то толчок в будущем продолжать этим заниматься и делать это с большим удовольствием. Вот, поэтому призываю вас покупать искусство. И таким образом будет формироваться здесь рынок, будет появляться больше новых интересных авторов, работ, и всё будет круто. Йоу! Вообще, спасибо! 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 Дякую! Дякую!